Вами снова я домината Спейс. И сегодня я с моим другом... Привет, Витюк! Да, сегодня мы будем рассказывать о 10 самых лучших костюмах Человека-паука за всей истории, за все... По нашему мнению. Со всех вселенной, опять же, по нашему мнению, как только что сказал Ниндзи-Войн. Ну и начнём с самого первого заслуживающего, самого первого места. Это у нас Биг Тайм. Быстрая, короткая история Биг Тайм. Костюм Биг Тайм был разработан компанией какой-то там, во вселенной Человека-паука, где был обычный Человек-паук. В этом костюме он мог менять два цвета. Красный, который вы сейчас видите, и зелёные полоски. Эти полоски зелёные ему давали суперскрытность, поэтому Человека-паука было вообще не слышно, и можно было разговаривать с ним только на одной линии специальной. На чистоте. А красные линии давали ему супернеслышность. Да. Ну и что ж, переходим ко второму месту и моему самому любимому Человеку-пауку за всю историю Человеков-пауков. Это у нас 2099. Опять же, офигенный дизайн, персонаж был придуман в 1994 году, и зовут его Мигели О'Харе. История Мигели О'Харе такова, что будучи великолепным учёным, инженером, он проводил опыты на работе в Chemicals, по-моему, называлась эта компания, я точно не помню. В общем-то, с ней он и будет сражаться, будучи Человеком-пауком. Он проводил тесты с ДНК человека, совмещающими с ДНК паука, и многие из них заканчивались плачевно, что люди просто становились монстрами. Но он всё-таки на себе испытал это, и стал вот таким вот супер-супергероем. Как видите, одни из его суперспособностей являются, что он может наращивать себе огромные когти, также из рук может такие когти, и зубы огромные может делать. И его костюм он сделал на праздник мёртвых в Мексике, также поэтому вы здесь можете видеть такой череп небольшой красный. Мы переходим к третьему месту, это Iron Seed. Это мой самый любимый, точнее, на втором месте любимый костюм Человека-паука, подаренный Тони Старком Человеку-пауку в обычной вселенной, не в какой-то там альтернативной. Этот костюм обладает тремя такими интереснейшими колючками. Это это, господи, это ходули. Протезы. Да, и этот костюм Человека-паука называется Железный Паук. У него есть собственные бластеры, репульсеры в руках, как у Железного Человека, и он тоже умеет именно летать. Не только на своей паутине, а ещё при помощи репульсеров на ногах. Четвёртое место у нас занимает Космо-Человек-паук, его ещё называли Кэптон Йоневарс. Расскажи ему мини-историю. Жел был Человек-паук, попал случайно в космос, стал Космо-Человеком-пауком. Точка. Вот это история. Ну да, и персонаж был придуман достаточно давно, так как новеньких фотографий его вообще не было. Вот, как вы видите по рисовке, он был придуман в 84-м каком-то там году, ну почти в том же году, как и Веном. Мы переходим к пятому месту, это Гвен Стэйси. Она такая у нас маленькая, неважно. Ну и тут её история, в принципе, такая небольшая, так как, ну вы видите, Гвен Стэйси стала пауком. Гвен Стэйси, это вообще... Вот я расскажу как раз, я про Гвен Стэйси много прочитал. Гвен Стэйси, это не та Гвен, которую полюбил Человек-паук в обычной вселенной. Это альтернативная вселенная, где вместо Питера Паркера способности получила случайно Гвен Стэйси, потому что паук упал не туда. Да, она начала бороться с преступностью, но у неё был отец полицейский, который на неё охотился. И когда отец узнал, что Гвен Стэйси, это и есть женщина-паук, которая защищала город от врагов, то он её посадил. Да. Шестое место занимает костюм Электро Человека-паука. Данный костюм был разработан самим Человеком-пауком из альтернативной вселенной для борьбы с Электро. Мне вообще он жутко. Это мой самый любимый костюм за всю игру в Спайдермена. Игру. Седьмое место занимает Скарлетт Спайдер. То есть Алый Паук. Так, Алый Паук, да. Это, если честно, не официальная версия Алого Паука, а альтернативная версия Алого Паука, потому что официальная версия Алого Паука... Это Бен Рейли. ...снимает место Бен Рейли. Да. Да. И всё. Седьмое место это Future Foundation. Данный костюм был разработан после того, как Человек-паук взошёл в фантастическую четвёрку. Данный костюм позволяет своему владельцу увеличиваться и уменьшаться в размерах. Обладает просто невыносимой гибкостью. Таким прям, как этот... Как его там звали? Мистер Фантастик, что ли? Мистер Фантастик, да. И, кстати, Человек-паук в команде Future Foundation, она так называлась после названия Фантастическая четвёрка, он занимал место Человека-факела. Да. Вот этого я, кстати, не знал, но ладно. А потом уже он умер. Итак, девятое место вас занимает Superior Spider-Man. Вообще-то Spider-Man Unlimited. Неважно. Так красивее. Superior Spider-Man это человек... У которого сзади ещё такие... ...разработанный доктором Октавиусом. А это Spider-Man Unlimited. И мы, дорогие друзья, про него ничего не знаем. Вообще ничего. Поэтому переходим к десятому месту. Десятое место это Spider-Man Assassin. Spider-Man Assassin был разработан в альтернативной вселенной костюмом Человека-паука. На него что-то злое нашло. И он начал драться не только против врагов, но и против людей добрых. Например, там Ник Фьюри и многие-многие другие люди. И он против них дрался, потому что он дабы озверел. И он был плохим, и он был сам за себя. Да. Ну и вот подошло к концу нашей... Сейчас вам эпическую фотку. Айрон спайдера. Айрон спайдер. Где он? Айрон спайдер. Нет. Нет. Нет, 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 нет. Короче. Нет, короче, вот. Всё, оптимальный вариант. Ладно, ну и на этом мы решили закончить данное видео, так как мы просмотрели все наши, по нашему мнению, лучшие костюмы Человека-паука за всю историю комиксов, фильмов, мультиков, всего-всего-всего. Ну и если вам понравился данный выпуск, вы можете, ну, вы сами знаете, поставить лайк или подписаться на наш канал. И, кстати говоря, ссылка на канал Ниндзи Война будет в описании, так что заходите, у него много классных видео. Да, у меня как раз вот минут пять назад от данного снятия видео выложилось видео про обзор на эпический джойстик от Razer. Заходите. Да. И, ну, а на этом мы заканчиваем наше видео. С вами был я, Доминато Спейсы. Всем паучков, с вами был Виндзя. Всем удачи и всем пока.